ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА Сегодня один из звездных составов, потому что мы собрали ребят, ну мы вот самые старые из ребят, потому что ребята помоложе все, это и Бурей, Каменский, Жамнов, Коваленко, поэтому вы сегодня как раз увидите один из звездных составов. Из не приехавшихся только у нас Яшин Алексей не приехал, остальные все здесь. Сегодняшний матч как раз это и пропаганда, и, так сказать, дети могут увидеть бывших кумиров, прославленных игроков, тот же фильм «Красная машина». Это все парализирует хоккей, и поэтому игроки будут, молодежь будет знать, только им нравится, но открытые фильмы, и очень приятно, что очень много молодежи. Посмотреть на игру легендарных хоккеистов в Петисоварену приехали представители всех 34 муниципальных районов Приморского края. Легенды помним, Буре, помним Петисова, как бы, это мои коды, это вообще, мы и сами играем в хоккей всегда, «Ночная лига» наша, мы живем на Приморской, Касанский район, ну приятно, приятно приехать, посмотреть на линию, и вообще, как бы, приятно за Приморской краей, что есть такой у нас Петисовый центр, да, и людей видим приятно, как бы. В тот же день в Приморье торжественно открыли хоккейную академию Фетисова, в которой будут готовить игроков для команды «Адмирал». По решению губернатора, это его инициатива была за развитие хоккея на всем Дальнем Востоке, не только Приморский край и Владивосток будут задействованы, мы создаем академию международную, ну и мне кажется, она превратится в центр развития хоккея на всем Тихоокеанском побережье, то есть Тихоокеанском регионе. Мы узнаем следующие олимпиады в Корее зимние, китайцы хотят играть в хоккей, умирают, в Японии провела уже две зимние олимпиады, далеко от Европы, далеко от Канады, далеко от Америки, поэтому мы здесь, думаю, что сумеем создать центр, куда будут приезжать молодые люди из этих стран, учиться, у лучших специалистов мира. Мы уже провели в тестовом режиме две недели здесь, приезжали лучшие тренеры, которые катались с нашими людьми здесь по обучению в катании как таковом, приезжал лучший тренер из Европы в Швед, который упустил учебник по обучению новейшим технологиям тренировочным. Он поработал с нашими мальчишками, сейчас приехал до Акбрауна из Америки, катается с ребятами на полосе, новейшие технологии, современные методы обучения и тренировки начнутся отсюда и пойдут по всей России, потому что с этим у нас большая проблема. И я думаю, что вот и мои друзья будут с удовольствием сюда приезжать, особенно в летнее время, когда будем здесь разбивать лагеря, чтобы поделиться своим мастерством с молодыми ребятами. Создаем систему, где ни один мальчишка в Приморском крае не потеряется, если у него есть таланты, желания и рынка. Дайте время. Сезон – это развитие хоккея, создание системы, это система соревнований, система обучения тренеров современным методикам. Всего этого в России сегодня нет. Нельзя сейчас собрать 18-летних пацанов в Приморском крае, они просто не будут соответствовать уровню. Поэтому все будет начинаться по этапу. Убираем самых маленьких, потом через год заберем уже следующих маленьких. То есть будем постепенно всю эту систему отстраивать. Кубернатор планирует построить еще, по крайней мере, три кат-какры в ближайшее время. То есть у нас порядка семи сооружений, которые требуют современных условий, будут созданы в проект. То есть уже может быть семь клубов, которые будут между собой соревноваться. Здесь нужно подготовить тренеров на самом, так скажем, современном уровне обучения, чтобы они эти навыки для детей с самого первого шага в родину. Я занимаюсь хоккеем, потому что мне это нравится. Я когда на первый матч пришел в хоккей, мне очень понравился хоккей. И я с ним пор занимаюсь. Адмирал с югрой, кажется. Мы катаемся со всякими баллонами, с какими-то обучами. Катаемся нам очень сложно. Это тяжело, просто тренировка идет час, а мы серьезно занимаемся хоккеем. Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии хоккея. Мы открыли академию Вячеслава Фетисова. И когда мы за славу год назад приняли решение о создании команды «Адмирал», мы, конечно, это делали для тысяч болельщиков. Но еще мы это делали для десятков тысяч вот таких пацанов, которые будут ходить в академию Фетисова и учиться этой замечательной игре. И хотя на века не все они станут профессиональными матриалистами, они научатся воле к победе, силе духа и командной игре. За команду! Первые домашние игры «Адмирала» приморцы ждали очень долго. Команда, проведя выездное турне, вернулась в Фетисову арену без набранных очков. Первым соперником, которого увидели приморские болельщики в новом сезоне, стал казахстанский «Борыс». Счет в матче спустя полторы минуты после начала открыл форвард «Адмирала» Рихард Гюнге. Гости отыграли спустя несколько минут, но хоккеисты приморской команды вновь вышли вперед. Дубль оформил Рихард Гюнге. Во втором периоде хоккеисты «Борыс» сначала сравняли счет, а потом не смогли реализовать буллит. После этого приморская команда усилиями Александра Горошанского вновь вышла вперед, одержав долгожданную первую победу. Ой, вообще хорошее, хорошее. Только в конце смазанное было. Конечно, маленько так некрасиво поступать, а так все было хорошо. Мы сильнее были, перебросали. Отличная, отличная. Динамика такая, захватывающая такой сюжет, что на последней секунде сидел и переживал. Мы знали, что у соперника матчи против нас завершающие выездной серии. Видимо, у них была какая-то усталость. Но мы не надеялись на легкую встречу, не расслаблялись, работали. Сегодня игру решили маленькие нюансы, детали. Перед лицом родных трибун не было других мыслей, кроме как о победе. В предыдущих четырех матчах были моменты, когда мы играли здорово, переигрывали соперника. В команде нет паники. Мы работаем, готовимся. Здорово, что сегодня смогли победить. Я думаю, что это большое удовольствие для болельщиков, когда команды играют два дня подряд. На самом деле, сдвоенные матчи показывают, как ты готовился летом. Нам было уже надо выиграть. Я думаю, что сегодня команда уже на скатке утом показала огромное желание, огромный характер, что будет быть за победой. Я думаю, что соперник качественных силных. На нашей стороне было более моментов, которые мы создали, мы могли бы забить. В другой стороне я рад. За три очка. Это три очка, она из золота. С другой стороны. Это для наших, боющих, которые есть фантастические. Они заслужили. На следующий день Приморский хоккейный клуб «Адмирал» за счетом 4-2 еще раз обыграл казахстанский «Борис». Счет в матче первыми открыли гости. Но во втором периоде Приморский клуб усилиями Энвера Лесина счет сравнял. А затем Рихард Гюнге вывел «Адмирал» вперед. В третьем периоде сначала Александр Горошанский увеличил разницу в счете, а затем Рихард Гюнге поставил победную точку. Настроение вчера и сегодня было прекрасное. Команда должна играть постоянно так. Сыновые сны тоже. Молодцы, молодцы. Продолжать в том же духе. Хотим плей-офф. Игра великолепная. Я с ума схожу от восторга, правда. Даже ребята умнички. Конечно, мы с ребятами проводим вторую игру. Очень приятно с ними играть. Я на сборах немножко с ними тренировался. И было приятно тоже тренироваться. То, что ребята выкладываются на 100%. Ну, слава богу, все так сложилось. То, что мы выиграли. В первую очередь мы выиграли. То, что мы все-таки делали победы. Дай бог, чтобы я повторюсь, пошла у нас белая полоса. Потому что тот выезд, он до сих пор чуть-чуть остался. Но уже все, забыли. Все, мы идем вперед. И только победа. Вчера, конечно, вчера. Потому что мы играли после четырех поражений. Повторюсь, это психологически очень тяжеловато. Потому что надо переломить этот момент. И когда выигрываешь, это тяжелее. Потому что под конец там уже считаешь секунды, чтобы выиграть. Заработать три очка. А там уже все знают то, что идет белая полоса. Ну, поздравить хочу Адмирал с хорошей игрой, с победой. Комментарий, наверное, короткий будет. Чисто физически мы выиграли, неважно. То есть соперник где-то на пол. На два шага будет впереди. И в мышлении, и в действиях. То есть побыстрее он был у нас, обе игры. Это радует. Ну, а я благодарю ребят. Благодарю ребят. Благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю за то, что они сегодня, после первого периода, который не был такой, как мы представляли. Когда мы сумели каждый игрок, который играл. Мы сумели добавить скорость, агрессивность, желание, характер. Потому что я очень доволен сегодня с нашей игрой.